Парафиновый блок – это материал опухоли, залитый в парафин, а стекло – это тонкий срез с этого блока. Можно предложить препарат, который для его типа рака не одобрен, но одобрен для другого типа рака при мутациях по патентгене. По поводу Анжелины Джулии, она удалила молочные железы и яичники. Такая радикальная мера, она оправдана? Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Онкофакты». Если вы еще не подписались на наш канал, то сделайте это прямо сейчас. Мы ждем от вас лайки и комментарии. Тема сегодняшнего нашего выпуска – генетические тесты. Что такое генетические тесты? Наверное, все онкопациенты знают, но, наверное, не до конца понимают, для кого, для чего эти генетические тесты. Особенно развернутые генетические тесты. А на самом деле их важность, она весьма и весьма ощутима в лечении онкологических пациентов. Потому что, когда химиотерапевт разводит руки и говорит, что все линии испробованы, то наступает как раз тот самый момент, когда можно провести генетический тест и поискать мутации, на которые можно подобрать либо таргетную терапию, либо иммунотерапию. Так вот, сегодня мы как раз поговорим на эту тему с Дарьей Хмельковой, заведующая онкогенетической лабораторией в Медицинско-генетическом центре «Генетико». Пожалуйста, смотрим, слушаем. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, Ольга. У нас сегодня непростой разговор, научный практически, вот для меня, для вас, может быть, это будни, так сказать. Мы с вами поговорим о генетике. И первый вопрос, что такое анализ, генетический анализ злокачественной опухоли? Ну, генетические анализы, имеющие отношение к онкологии, скажем так, бывают разные, но если мы говорим именно про опухоль, то речь идёт о том, что мы изучаем ДНК в опухоли, мы изучаем наличие в ней каких-то молекулярных изменений, мутаций. Соответственно, в зависимости от того, какой используется метод или какая ставится цель, они бывают разные. Может быть, они могут быть нацелены, допустим, на то, чтобы посмотреть мутации в каком-то одном гене, они могут быть нацелены на то, чтобы посмотреть мутации в разных генах. При желании можно теоретически посмотреть весь геном опухоли, мутации во всём геноме опухоли. Они могут быть разные по длительности, разные по стоимости, в зависимости от того, сколько мутаций мы смотрим, каким методом. Ну и, соответственно, методы тоже могут быть разные, более простые, какие-то более сложные. А берётся анализ материал опухоли? Да, берётся материал опухоли. А по крови? Ну вот смотрите, если мы говорим про мутации в опухоли, нам нужно смотреть опухоль. По крови, в принципе, посмотреть тоже можно, наука шагнула вперёд. Есть такой метод под названием жидкостная биопсия, и, соответственно, он позволяет, например, отлавливать либо циркулирующие опухолевые клетки в кровотоке, либо циркулирующие опухолевые ДНК из крови брать и, соответственно, смотреть на ней мутации. Но клинически это пока не сильно распространено и достаточно редко используется. Как правило, берут материал опухоли. И это, ну, обычно это парафиновый блок, то есть там провели, допустим, операцию, материал опухоли в парафиновый блок залив. Да, все пациенты называют это стёкла. Нет, нет, смотрите, парафиновый блок – это материал опухоли, залитый в парафин, а стекло – это тонкий свес с этого блока. Из стекла вытащить ДНК уже не получится, потому что там материал прокрашен. Поэтому берут из блока. Блоку всегда соответствует стекло. Можно такой дилетантский, наверное, вопрос, но в моём представлении генетический анализ, это микроскоп, вот что-то там рассматривают. На самом деле это так? Если, например, мы говорим про метод иммуногистохимии, то там действительно можно пробовать смотреть на ткани опухоли в микроскоп, смотреть, каким-то образом красить клетки или компоненты клеток, и что-то там пытаться увидеть, диагноз, например, какой-то поставить. Но если мы хотим заглянуть внутрь клетки, посмотреть на её ДНК, в микроскоп мы ДНК не увидим. Тут уже нужны совсем другие методы. Так или иначе, это всё происходит в пробирке, и разрешения микроскопа не хватит, чтобы увидеть мутации в ДНК. Ну, в электронный микроскоп теоретические атомы можно увидеть, но этим никто как бы не пользуется, идут немножко другим путём. Какими-то косвенными методами выясняют, что мутация есть. Как правило, это так или иначе завязано на сравнении с нормой, и это какие-то физические методы или химические методы, например. Реакции химические. Сначала мы проводим химическую реакцию, даже не одну. Мы проводим достаточно, ну, как бы, в зависимости от метода, опять же, больше или меньше каких-то химических реакций. И дальше, соответственно, ну, например, для визуализации используем какой-нибудь физический метод. Например, для полимеральной цепной реакции разгоняют фрагменты ДНК разной длины в электрическом поле и смотрят. И всё это фиксирует компьютер? Ну, в зависимости от приборов, это можно, в принципе, фиксировать глазами, это можно фиксировать, действительно, там, фотографировать, допустим, или даже можно автоматизировать этот процесс. Бывает по-разному. Но, в общем, это как бы не микроскоп. И это вот такие косвенные, очень косвенные методы, потому что ДНК слишком маленькая, чтобы её посмотреть глазами. Ну, я понимаю, конечно, и зрители наши тоже понимают. А в каких случаях нужны генетические исследования? Ну, на самом деле, в разных. Иногда это нужно для того, чтобы уточнить диагноз. Ну, например, рак молочной железы может иметь смысл посмотреть мутации в генах BRC1-2, потому что это немножко уточнит диагноз. Вроде всё понятно, да, рак молочной железы, может быть, даже известно, что он тройно негативный, например, да. Но вот если он ещё и BRC-соцированный, то это уже немножечко другие подходы к лечению, другой прогноз и так далее. Может быть, нужно для того, чтобы уточнить прогноз. То есть диагноз понятен, но прогноз не очень понятен. В зависимости от наличия тех или иных мутаций прогноз может быть разным. Ну, например, для глиом каких-то, это как раз справедливо. Там с одними мутациями прогноз более-менее неплохой, с другими мутациями прогноз хуже. Соответственно, там может терапия тоже поменяться. Ну и самое главное, конечно, зачем смотрят генетику в опухоли сейчас, это чтобы назначить терапию, специфическую таргетную терапию в зависимости от того, какие мутации в опухоли. То есть исследования генетические влияют на ход лечения? Они могут влиять. Они, к сожалению, не всегда влияют, но они могут влиять. И тут всё упирается, с одной стороны, в изученность опухолей, в изученность данной конкретной опухоли. И во вторую очередь, в наличии таргетных препаратов. Таргетные препараты – это те препараты, которые нацелены на конкретные молекулярные изменения в опухоли. И, к сожалению, таргетные препараты есть не под любые мутации. То есть для каких-то генов понятно, что делать, какой препарат назначать, для каких-то генов ничего нет, потому что либо ещё не разработали, либо клинические испытания не прошли. Этот процесс долгий. Новый препарат одобрить – это, может быть, и 10 лет, и 15, и 20. И, соответственно, препаратов нет. Хотя, мы знаем, мутация в P53, например. А что делать дальше? Непонятно, препарата нет. Поэтому в отдельных случаях это действительно может помочь. Не всегда, к сожалению. Но можно сказать, что ряд исследований генетических, помогают в лечении врачу? Да, совершенно верно. Совершенно верно. То есть врач назначает эти исследования именно с целью, чтобы сориентироваться, какую терапию подобрать. Например, для рака лёгкого там более-менее понятно. А что понятно для рака лёгкого? Они будут лечиться примерно один. Ну, как бы опухоли с этими изменениями будут лечиться одними и теми же препаратами. Но, тем не менее, смотреть надо и то, и то, потому что если нет, то у этого, может быть, есть это, и можно назначить препарат. Но схема лечения там действительно 5 разных точно будет в зависимости от этих изменений. Что такое геном и как генетики расшифровывают? Правильное слово «расшифровывают геном»? Правильное слово. Ну, геном – это как бы совокупность всей генетической информации в организме. Геном есть как бы у человека, да, и опухоли тоже есть геном. И это тот же самый геном, что у человека, просто изменённый, с мутациями относительно всего остального организма. То есть геном в ДНК содержится, да? ДНК и геном – это одно и то же? Есть, это, ну, можно сказать, что одно и то же. У нас есть клетка, в клетке есть ядро. В ядро у нас 46 хромосом. 23 хромосомы пришли от папы, 23 хромосомы пришли от мамы. Вот эти 46 хромосом – это 46 индивидуальных молекул ДНК. Вот совокупность всех генов в этих 46 хромосомах – это геном. То есть это наследственность, получается. Это наследственность. От папы и от мамы. Это наследственность. И это же изменчивость, потому что мы не копия не мамы и не папы. И как они друг с другом будут взаимодействовать, и как они влияют. Как они будут взаимодействовать. И в любом случае, ну, мутации, на самом деле, возникают постоянно, они возникают как бы в течение жизни. Это нормально, просто они далеко не все вредят. И там за счёт мутаций мы от мамы с папой отличаемся тоже. Да, есть мутации, которые передались от мамы и от папы. И они сидят в нашем геноме. И как они повлияют на наше состояние здоровья – большой вопрос. Правильно? Может повлиять, может нет. Да, нет. В большинстве случаев, в общем, сильно, наверное, не повлияют, потому что большинство людей, в общем-то, живут, и у них наследственных заболеваний нет. У них там с возраста могут накапливаться какие-то заболевания, но это не наследственное. Но в небольшом каком-то количестве, проценте случаев, действительно может развиться именно наследственное заболевание, вызванное унаследованное от папы или от мамы какой-то мутацией. Или не унаследованное от папы и от мамы. А возникший заново, дыново, либо в зиготе, либо в яйцеклетке мамы, либо в сперматозоиде папы. То есть у мамы, у папы мутации нет. А у нас она появляется, потому что она возникла либо в яйцеклетке, либо в сперматозоиде, либо в зиготе после того, как они слились. То есть это вопрос, получается, непредсказуемый? Возникновение мутаций? Ну, в общем, да. В этом случае. Ну как можно повлиять на... Ну, то есть предсказать заранее, что такая ситуация случится, пока возможности нет. Что даёт онкопациенту? Врачу, понятно, помогает лечение, а что даёт онкопациенту? Знание вот этой мутации. Как бы мутации тоже бывают разные. То есть, как мы говорили, унаследованные, те, которые есть во всех клетках тела, во всём организме. Если это наследственные мутации, и мы вдруг выясняем, что у пациента такая наследственная мутация. Допустим, мутация в генах Берси 1 и 2. Наследственная мутация, она есть в крови, она есть не только в опухоли. Что нам это даёт? Это даёт нам следующую информацию. Если у пациента уже есть рак, его, наверное, получится вылечить. Но вполне возможно, что у него возникнет рак ещё раз. Ну, допустим, был рак левой молочной железы, появится рак правой молочной железы. Или появится рак яичника. Или рак кишечника. Или что-то ещё. Зачем нужно про это знать? Надо проводить мониторинг регулярно. Не раз в 5 лет, когда где-то что-то заболело. Раз, не знаю, в полгода. То есть прийти к врачу, обсудить с ним план вот этих каких-то мероприятий. И делать это гораздо более регулярно. Потому что тогда получится поймать следующий рак на ранней стадии. Достаточно легко с ним справиться. А можно ещё и профилактировать? Можно и профилактировать. Можно удалить яичники, допустим. Можно удалить молочные железы, допустим. Вот эти все вещи тоже можно обсуждать. Это как бы один момент. Следующий момент. Женщина издородного возраста, 35 лет. Рак молочной железы, БРСи ассоциированный. Она детей хочет. Как быть? У неё дети могут унаследовать мутацию. 50% детей унаследуют, 50% у неё унаследуют. Есть способы, как бы репродуктивные, как этой ситуации избежать. ИКО. Либо через ИКО. Либо, ну, не самый приятный путь, но тоже возможно, если она уже забеременела. Можно попробовать проверить тот плод, который вот у неё сейчас в организме есть. Он несёт эту мутацию или нет? Если на раннем сроке узнать про это, можно, допустим, там, ну, прервать беременность, попробовать ещё раз. Допустим, если на ИКО нет денег, а, ну, как бы, застраховаться хочется. Дальше, что ещё можно сделать? Есть родственники, братья, сёстры, там, не знаю, родители, тёти, дяди. Которым тоже можно проверить. Правильно. Их всех можно проверить и выяснить. А вдруг у них тоже есть мутация, и рака пока нет, но он может возникнуть. А если вот у пациента рак молочной железы с мутацией, ну, мужской половине уже можно тогда не проверять на мутацию? Нет, обязательно нужно проверять. То есть это можно сказать? Если вы про берсей говорите, да? Вот, допустим, ну, женщина, да, у неё мутация в берсей. И у неё, например, есть братья и там сыновья. Всех надо проверить. Во-первых, рак груди может быть у мужчин тоже. Приналечие мутации в берсей. Это первое. Во-вторых, на фоне мутации в берсей у них может развиться какой-нибудь другой рак. Рак желудка, например. Рак предстательной железы, например. Или какой-нибудь ещё. Рак, не знаю, поджелудочной железы, например. Вот, поэтому как бы, ну, не нужно думать, что им это там не страшно. Нет, у них тоже повышен риск развития рака. Получается, эти мутации следуются только с одной целью. Чтобы предупредить запущенную стадию рака и назначить лечение. И лечение. Вторая цель – это лечение. Первая цель – это так или иначе, да, предотвратить у себя или у родственников, ну, как-то подстраховаться. Ну, в принципе, знать, как с этим быть. Да, и вторая цель – это лечение. Такая глобальная. Сейчас по поводу Анжелины Джули, да, это вот недавно совсем так много говорили на тему её профилактической, ну, профилактики, да, как это принято говорить, рака молочной железы и рака яичников, по-моему, да. То есть она прошла исследование, увидели, что мутация есть, и она удалила молочные железы и яичники. Вот такая радикальная мера, она оправдана? Она оправдана, она абсолютно оправдана. Более того, ну, то есть вот такие рекомендации есть, вот, в зарубежных рекомендациях. У нас нет. У нас пока нет. То есть у нас здоровому человеку при наличии мутации Берсей не дадут возможность спокойно взять и, ну, вырезать и молочные железы, и яичники. Дадут возможность только если рак уже есть. Вот тогда, в принципе, там можно как-то там что-то с этим сделать. Либо не по программе ОМС, а за собственный счёт это делать. Даже за собственный счёт будет, в общем, проблематично, но, наверное, в каких-то частных, продвинутых каких-то центрах получится. Но я думаю, что к нам это тоже придёт. Просто, ну, у нас, как бы это сказать, и врачи, и Минздрав достаточно, ну, скажем, консервативны, да. То есть им нужно больше доказательств, что, как бы, что это оправдано. Причём доказательств желательно в нашей стране. Что, да, действительно, и вот в нашей популяции вот эти мутации тоже вот к этому будут приводить. И если сделать операцию, то это лучше, чем её не делать. Вот. Но, тем не менее, в зарубежных рекомендациях это уже есть. Это не что-то такое, что нужно делать обязательно. Это что-то такое, что врач обязан обсудить с пациентом как опцию. А пациент может согласиться или не согласиться. Ну, вы знаете, я как онкопациент могу сказать, что если бы у меня стоял вопрос удалить и предотвратить появление рака, то я вот с высоты прожитых лет, как онкопациент, могу сказать, сто процентов я бы пошла на это. Не раздумывая удалять. Сто процентов бы я удалила. Ну, это правильно и оправданно. И жить вот всё-таки, как ни крути, как мы там себя не успокаиваем, как мы не пытаемся держать себя в руках, всё равно это, ну, мука для любого человека. Жить с этим диагнозом. И если есть возможность избежать, то надо использовать все варианты, все ресурсы и все возможности. А исследования на мутацию у нас по ОМС, по-моему, нет. Это всё время, все платные анализы, насколько я знаю, вот из чатов, из групп. Нет, не совсем так. Мутации в генах BRC1 и 2 по ОМС посмотреть можно. Другое дело, что... Нерасширенные. Точно можно вот эти 8 частых мутаций, а чтобы посмотреть последовательность двух генов целиком, мне кажется, что можно по ОМС в Москве. Надо уточнить. Но, скорее всего, не в регионах. Ну да, да. Да и в регионах, наверное, нет такого количества лабораторий. Да, я думаю, что там ещё будут сложности с тем, где это конкретно сдать, потому что это секвенирование, под это нужны особенные приборы, достаточно рабостойшие. Слово секвенирование что означает? Секвенирование... Ну вот вы говорили про расшифровку генома. Вот оно как раз это и означает. Секвенирование – это выяснение последовательности нуклеотидов в ДНК. Нуклеотиды – это такие структурные кирпичики, из которых ДНК построено. И вот секвенирование позволяет вот эту последовательность выяснить. А мутация в глазах генетика как выглядит? Чем её можно объяснить? Ну вот, как объяснить? Мутация в глазах генетика выглядит так, что здесь должен быть один нуклеотид, а вместо него будет другой. Вот у нас 4 нуклеотида в ДНК. Там могут быть аденин, сатазин, гуанин и тимин. Соответственно, вот если мы ожидаем в этом месте аденин, и у всех нормальных людей в этом месте аденин, а по факту мы видим тимин, вот это мутация замены аденина на тимин, которая дальше может повлечь за собой какие-то всякие разные последствия, в том числе на уровне белка. А то, что там с последствиями на уровне белка, может дальше, в общем-то, ударить по всему организму. Дарья, а вот врачи всегда прибегают к назначению генетических исследований? Ну, я боюсь, что, наверное, сильно зависит и от врача, и от того центра, где он работает, ну и, в общем, от региона. То есть все эти генетические исследования – это достаточно новая вещь. И, соответственно, доходят все эти новые вещи до нас не очень быстро. То есть то, что в Европе или в Америке уже существует и применяется, у нас это принимают с осторожностью. Соответственно, сначала принимают где-то в каких-то крупных центрах в Москве, в Питере, может быть, ещё в каких-то крупных городах, в коммерческих центрах или в крупных центрах типа онкоцентра нашего, да? Да. И только потом это потихонечку начинает там расползаться по регионам, по всем остальным каким-то онкодиспансерам. Почему так? Ну, потому что, например, врач, который закончил университет, не знаю, 30 лет назад, он про эту генетику ничего не знает. Их даже не учили ещё тогда там. Он, конечно, там с какой-то регулярностью проходит курсы повышения квалификации, да? Он там, ну, ездит на эти курсы, он там может что-то читать. Ну, всё равно как бы достаточно тяжело взять и там, ну, за 5 лет, там, за 10 лет у себя в голове всю картинку мира изменить. Поэтому, ну, тут нужно просто немножечко времени, чтобы они вот как бы за всеми этими новшествами поспевали. Ну, и, соответственно, да, тут многое зависит от врача. Если он сам интересуется, то он, конечно, будет в курсе. Если он сам не интересуется, то тут всё будет зависеть от финансирования. Вот послали его на курс повышения квалификации, хорошо. Не послали, он за свой счёт не поедет. Куда-нибудь там в Москву или куда, ну, то есть вот. Ну, и от, наверное, тогда в таком случае и от онкопациентов будет многое зависеть. Они, если информированы, если знают и видят какой-то чужой опыт, они могут всегда задать вопрос врачу. Ну, вот, опять же, я хочу вернуться к ОМС. ОМС, значит, вот расширенный, не везде можно получить по ОМС, правильно? Ну, исследование, вот тут надо уточнять, да, я не подскажу точно, по-моему, только в Москве. Ну, я вот практически не встречалась. И вот из тех ресурсов, которые мне доступны, я знаю, что чаще всего сдают, ну, в коммерческих лабораториях проходят это исследование. То есть платно, смотря что. Ну, вот смотрите, допустим, есть какие-то гены, которые в опухоли смотрят, мутации в опухоли. Да, там КИРАС, БИРАФ, НРАС, АЛК, да, есть какой-то набор. Вот их совершенно точно можно сдать по ОМС. Есть федеральная, там, государственная программа, которая даёт возможность пациентам по ОМС сдавать эти тесты. Так в каком же случае тогда коммерческие исследования? Ну, коммерческие исследования... Ну, можно, в принципе, всё то же самое сдать в коммерческом центре. Если, например, ты там сомневаешься, волнуешься, что хорошо тебе сделали, плохо. Или если у тебя там сроки, тебе сказали, будут делать 3 недели, а тут можно сделать за 5 дней. Или ещё, ну, просто дело в том, что в ОМС включён ограниченный спектр каких-то там тестов, да. А те, которые могут помочь, они гораздо шире на самом деле. Тем более, что, смотрите, помочь тоже можно по-разному. Что значит помочь? Что значит изменить терапию? У нас есть стандарты. Ну, там, для каких-то известных, по крайней мере, широко распространённых каких-то нозологий, там, рак лёгкого, рак толстой кишки, меланома, там, рак молочной железы. Есть клинические стандарты, принятые государством. Соответственно, есть какие-то препараты, которые тоже как бы одобрены вот этими клиническими какими-то стандартными рекомендациями. Это значит вот какой-то первый момент, что вот там, ну, пройдёшь тестирование, тебе назначат какой-то из этих препаратов, который при твоём типе рака одобрен, его можно назначать. Например. Второй случай. Все, например, опции из стандартов закончились. Ну, пациент лечится давно, ему уже вот это пробовали, вот это, вот это, вот это всё перебрали, всё, стандарты закончились. И говорят, всё, мы больше ничего не можем сделать. Нет, ничего подобного. Вот дальше после этого, в принципе, если у него находится мутация в каком-то гене, ему по решению врачебной комиссии можно предложить препарат, который для его типа рака не одобрен, но одобрен для другого типа рака при мутациях вот в этом гене. Например. Для этого собирается врачебная комиссия, обсуждает плюсы и минусы вероятности, там, литературу смотрит что-то ещё, и могут принять решение. Да, этому пациенту мы назначим вот этот препарат, это не входит в стандарты. И это может быть даже таргетный препарат? Это может быть таргетный препарат. Именно. Это может быть, это важнее всего, что он будет таргетный, и больше шансов, что он поможет, потому что он таргетный, а таргетные помогают, в общем, как правило, лучше. Следующий момент. Может быть, допустим, нету одобренных препаратов ни для этой нозологии, ни для какой нету, но есть клинические испытания. И они есть в России, они есть за рубежом. За рубежом есть бесплатные клинические испытания. Всё, что нужно, условно говоря, там, предоставить им справку про то, что у меня вот такая-то мутация, там, убедиться, что по всем остальным критериям подходишь, там, ну, там, может быть, всё что угодно, возраст, пол, да, там, стадия, что-то ещё, типы лечения там и так далее. И дальше они тебе говорят, приезжай, ну, приехать надо будет за свой счёт. И они там бесплатно, или там, условно говоря, лекарства дадут на «Поезжай назад», или положат там стационар, допустим, там проведут лечение там. Бывают платные, бывают бесплатные. Понятно, что у всех там разное, там, ну, какое-то количество денег, возможно, там, которые можно потратить. Но, тем не менее, клинических испытаний море самых разных препаратов по всему миру. И возможности, получается... Возможности, вот, с учётом этого гораздо больше. То есть бороться можно? Бороться нужно. Не просто можно, бороться обязательно нужно. И долго. Да. Обязательно нужно. И, как бы, вот, что важно? Важно найти врача. То есть, вот, ну, тот лечащий врач, где-нибудь, допустим, в регионе, который вас лечит. Это хорошо, пусть он лечит. Но если он, например, говорит, ничего не знаю ни про какие ваши генетические тестирования, пусть он так говорит. Надо найти другого врача. В Москву приехать, в Питер приехать, куда угодно. Можно не приезжать там. Ну, есть онлайн-консультации. Можно попробовать, допустим, второе мнение, онлайн-консультацию в частном центре в каком-то там. Ну, это будет там 5 тысяч стоить. Может быть, 7 тысяч за вот эту консультацию. Но ты приносишь все выписки. Тебе говорят, так, с твоими выписками тебе завел то, 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 то. Ты даже не ездил никуда. Тебе вот, по крайней мере, подсказали, куда дальше. Все, ты уже там понимаешь. Дальше там надо какие-то исследования, там что-то, что-то. Но все равно направление какое-то понятно. То есть вот этого врача найти, даже если это коммерческий центр. Там придется за прием заплатить, там еще что-то, пройти какие-то исследования. Если этот врач из коммерческого центра дальше выпишет направление к районному условно-онкологу, что тебе нужен вот такой препарат, даже по ОМС, в принципе, не имеют права не назначить. Приходишь, с этим говоришь. Мне написали, я должен по ОМС получить препарат, потому что у меня такая мутация. Вот по идее не имеют права отказать. То есть вот на исследование возможно придется потратить деньги, на второе мнение врача возможно придется потратить деньги, но при этом возможно будет опция дальше бесплатно получить таргетный препарат, про который здесь, может, и не слышишь. Ну то есть... И есть шанс, когда уже все говорят, мы все использовали, у нас больше нечем вас лечить. Все равно есть шансы. Все равно есть шансы. Шансы есть. Все равно. Вот я, знаете, сейчас о чем подумала, что многие пациенты борются, у них начинается ухудшение, препарат не срабатывает, отменяют препарат, и они потихонечку, потихонечку начинают чахнуть, и в какой-то момент начинаются необратимые процессы интоксикации или развитие, бурное развитие опухолевых клеток, ну или самой опухоль и метастаз. И вот не знаю, насколько правильно я или неправильно, вот как только я узнала, что у меня метастазы, я поняла, что я буду рыть и копать и смотреть варианты, чтобы в какой-то момент ресурсы лечения не закончились. И это можно продолжать и исследовать опухоль потом, потому что опухоль тоже мутирует же, правильно? Опухоль мутирует, да, совершенно верно. И вот на мутацию опухоли можно, если даже у меня нет генетической мутации, то может появиться... Ну, наследственной вы имеете, да, в виду. Наследственной нету, но она может появиться в самой опухоли. Но она может появиться в опухоли, которая самостоятельно мутирует, и здесь мы можем получить еще один инструмент для борьбы с этой опухолью, и это может длиться достаточно долго. Еще один важный момент. Пока вы боретесь с опухолью всеми доступными сейчас средствами, вот вы год отыграли, вот вы второй год отыграли, наука не стоит на месте, одобряют новые препараты. Постоянно, каждый год одобряют все новые и новые препараты. И вы чуть-чуть там вот протянули, вроде там вот два года прошло, а тут хоп, она, и спасение для вас, например. Ну, то есть вот имеет смысл бороться, потому что наука не стоит на месте. Да, и главное не дожидаться. Потому что опция появится. Не дожидаться того момента, когда бывает точка невозврата. Ну, тут вот очень важно, на самом деле, смотреть и следить. Как только терапия перестает помогать, желательно, конечно, сразу ее на что-то менять. Зачем травить организм терапией, которая не помогает? Она же вся токсическая, так или иначе, но все равно бьет по организму. Ну, и первое, что нужно сделать, это взять пробу метастаза, да, и провести генетическое исследование опухоли обязательно, независимо от того, выявлено наследственно. Профиль нужно регулярно снимать. Профиль, вот как мутационный профиль опухоли, его нужно снимать регулярно по мере лечения, потому что она будет мутировать. Потому что будет такая ситуация, что, например, меланома, мутация в генебираф. Там очень у многих пациентов эти мутации в генебираф. Есть таргетная терапия, она очень неплохо помогает. Но бывает так, что помогала-попомогала терапия, а дальше начинает развиваться резистентность опухоли. Мы начинаем смотреть, а что там в опухоли происходит. Ну и там разные варианты. Либо тот клон, в котором была вот эта мутация, отмер, а пошел в рост какой-то другой клон, и в нем этой мутации нет. Либо вот этот клон жив, но в нем появились новые мутации, которые объясняют вот эту резистентность. Значит, надо искать другие какие-то там возможности. То есть это бесконечная шахматная игра. Врача, генетика. Пока бесконечная получается, потому что мы пока не придумали, как сделать так, чтобы совсем-совсем любую опухолюбить. Совсем любую пока не умеем. Но вот эти разные клоны, эти разные клоны, их можно убивать. Ну и, соответственно, можно годами жить и бороться. С точки зрения генетика, будет получено все-таки средство? Вот вы же так долго занимаетесь этим всем. Есть какое-то, может быть, предчувствие? Мне хочется верить, что да, но я при этом думаю, что мы еще пока не знаем тот самый ключевой механизм, который нам позволит опухоль победить. Мы очень сильно к этому приблизились, когда появилась иммунотерапия. Потому что иммунотерапия – это та терапия, которая позволяет бороться условно с любой опухолью, которая обладает определенными молекулярными характеристиками. И там очень хороший ответ на эту иммунотерапию. Ну и там даже бывает резистентность, там что-то. Но вот тем не менее, это такой вот шаг вперед, когда мы там лечим не конкретный, какой-то рак там легкого, рак толсты, кишки. Нет, мы лечим молекулярно особенную опухоль, независимо от того, в каком органе она сидит там и так далее. И вот я думаю, что где-то вот в том направлении, наверное, может быть, какой-то просвет будет. Что-то такое, что позволит влиять на ключевой механизм развития опухоли, не затрагивая все остальные процессы в остальном организме. Хоть бы побыстрее это все наступило. Развитие бурными шагами идет и в онкологии, и в онкогенетике. Поэтому я думаю, что даже за ближайшие пять лет еще много что изменится. Я просто вижу, как биомаркеры развиваются, я вижу, как препараты появляются новые. Пять лет назад такого, что есть сейчас, еще близко не было. Дарья, а можно к вам как-то на консультацию попасть людям? Ну, смотрите, я не врач, я не могу врачебные консультации какие-то там оказывать. Но со мной можно, если нужно, связаться, написать что-то, спросить. То есть я могу по-человечески что-то объяснить, могу с точки зрения генетики какие-то вещи объяснить, посоветовать. А как врачу, ну нет, потому что просто я не врач, у меня нет сертификата. Ну, информацию можете поделиться. А вы работаете в лаборатории? В медицинском центре, в лабораторном центре генетика в Москве. И вы занимаетесь расшифровкой и наукой, правильно? Ну, да, и должность у меня звучит как заведующая лабораторией онкогенетики. Занимаюсь много чем, да, и лабораторными вопросами, какими-то вот этими информатическими вопросами интерпретации, как бы, ну, вот этих данных, которые получаются в результате тестирования. Больше науки или... Ну, там все. Там организационная работа, и научная работа, и разработка новых панелей, диагностических тестов каких-то, например. А что значит разработка новых панелей? Ну, вот, например, есть какие-то зарубежные тесты, которые там хорошо известны, одобрены всякими разными зарубежными регуляторами, достаточно широко применяются, но для нашего пациента они слишком дорогие. Ну, там цена может быть там 350-400 тысяч рублей за тестирование, да. То есть это как бы совершенно не рассчитано на нашего пациента, у которого совершенно другая зарплата, у которого, которому ему... которому не покроют никакая страховка страховка это исследование. Хорошо, если найдется фонд какой-нибудь, который войдет в положение и заплатит. Но всех онкологических пациентов через фонды не пропустить, потому что их слишком много. Вот, соответственно, ну, как бы вот можно, допустим, сесть и подумать, а как бы нам сделать что-то там подобное, но... За меньшее гене. Встречающиеся какие-то гены, соответственно, там и цена будет примерно в 10 раз ниже, да. Ну, можно там сесть, подумать, хорошо, а если сделать пошире тест? Ну, то есть вот какие-то такие разработки, конечно, мы постоянно ведем, следим за всем, что появляется нового в мире, следим за появлением новых препаратов, новых биомаркеров и думаем, да, что можно еще такого сделать, чтобы, ну, как бы генетическое тестирование для пациента стало доступнее. Ну, и плюс еще открываются все новые и новые мутации, да, это же на ухо в этом плане тоже не стоит на месте. И появляются новые инструменты, опять же, для... Да. Возможно, человек прошел генетические тесты, у него мутации не нашли, но спустя какое-то время находят еще одну поломку, да, новую открывают, и как раз она может быть у человека. Ну, хороший пример рак молочной железы, для которого, в общем, таргетных-то опций не очень много. Там есть очень хорошие опции, связанные с, ну, как бы с гормональной терапией, допустим, да. Есть, потом в какой-то момент появилась опция алопариба, это когда есть мутация в версии 1,2. А в остальном, ну, в основном все-таки это какая-то классическая химия, это могут быть платины, это могут быть какие-то разные препараты. Буквально, ну, вот не соврать, года два назад был одобрен принципиально новый препарат для рака молочной железы, для опухолей с мутациями в гене ПК-3СА. Принципиально новый препарат. Вообще ни для каких опухолей, он никогда раньше, ну, ничего подобного не было. То есть, ну, как бы эти мутации ловили, что с ними делать, было непонятно. На наших глазах взяли, одублили. Все, как бы он есть в России, можно, в общем-то, там, ну, наверное, уже по МС его тоже можно получать. Поэтому, совершенно верно, ну, постоянно что-то будет меняться, что-то новое появляться, открываться. Сейчас вот просто такое спокойствие за, ну, не только ближайшее будущее, а прямо на перспективу спокойствия у меня, как у онкопациента, у зрителей. Я думаю, что они вам безгранично благодарны. Я думаю, даже мы эту благодарность увидим в комментариях и лайках под нашим видео. Спасибо вам большое, что уделили нам время и такой интересный рассказ. И я рада знакомству. Взаимно. Это просто, для меня, это такой счастливый день. Спасибо. Спасибо вам. Дорогие друзья, этот выпуск, как глоток надежды. Наверное, так думают каждый онкопациент, который сейчас находится на лечении. И все, о чем мы мечтаем, это чтобы наши ресурсы не были исчерпаны. Очень интересно ваше мнение по поводу генетических тестов. Может быть, у кого-то есть опыт прохождения этого исследования. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Интересно будет увидеть практически практически какие-то опыты, истории, связанные с нашей сегодняшней темой. Спасибо большое, что смотрите нас. Спасибо, что остаетесь с нами, верными нам. Ждем вас в новых наших выпусках на ОНКО-ТВ. АНКО-ТВ. 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 Субтитры создавал DimaTorzok